Давайте посмотрим на таинственные эпидемии, часть из которых были разгаданы только спустя много лет, а какие-то из них так и остались загадкой. Вы на канале Крамола, и мы начинаем. Испанка Стартовав на излёте Первой мировой войны и продержавшись всего 18 месяцев, она только за первые 25 недель привела к смерти 25 миллионов человек. Болезнь оказалась страшнее войны. В общей сложности вирус унёс около 100 миллионов жизней. Несмотря на то, что инфицированы были почти 550 миллионов человек, Испанка убивала избирательно. В основном молодых людей от 20 до 35 лет. Врачи сочли недуг пневмонией. Но это была странная пневмония. Протекала стремительно, на фоне испепеляющего жара больные буквально захлёбывались кровью. Кровь шла из носа, рта, ушей и даже глаз. Кашель был такой силы, что разрывал брюшные мышцы. Последние часы протекали в мучительном удушье. Кожные покровы настолько синели, что стирались расовые признаки. Хоронить погибших не успевали. Города тонули в горах трупов. На Британских островах болезнь получила название трёхдневной лихорадки, потому что молодых и сильных убивала за трое суток. А на материке за кровавый кашель её окрестили пурпурной смертью. По аналогии с чумой, чёрной смертью. Но почему в итоге её назвали испанкой? Вопреки логике, родина испанки не Испания, а США. Впервые тип этого вируса был выделен в Форте Райли, штат Канзас. В новом свете его определили как гнойный бронхит. Грипп быстро перекинулся в страны Старого Света, захватил Африку и Индию, а осенью 1918-го уже бесчинствовал на территориях России и Украины. Но всё ещё крутились шестерёнки войны, перемалывая ведущих игроков мировой бойни. Любую информацию отражал колпак военной цензуры. А вот Испания, державшая нейтралитет, не стала плести конспирологические сети. И когда к маю 1918-го в Мадриде болел уже каждый третий, а в стране были зафиксированы 8 миллионов заразившихся, в том числе и король Альфонс XIII, пресса взорвалась. Так планета узнала о смертоносной Испанке. Вскоре военное руководство Западного фронта было вынуждено придать гласности цифры умерших от лёгочной инфекции в частях действующей армии. И выяснилось, что потери от безобидного насморка многократно превысили число оставшихся на полях сражений и получивших ранения. Особенно болезнь не пощадила моряков, и британский флот вышел из боевых действий. Только спустя 10 лет, в 1928 году, английский бактериолог сэр Александр Флеминг откроет пенициллин. А в 1918-м беззащитному человечеству нечем было ответить на вызовы Испанки. Карантин, изоляция, личная гигиена, дезинфекция, запрет на массовое сборище. Вот и весь арсенал. В некоторых странах даже накладывали штрафы и помещали в тюрьму тех, кто кашлял и чихал, не прикрывая лиц. Те немногие, кто рисковал выходить на улицу, обзавелись респираторами. Чёрная Америка билась в вудуистских обрядах. Аристократическая Европа носила бриллиантовое колье, так как прошёл слух, что зараза не выносит присутствие алмазов. Народ попроще, ел сушёные куриные желудки и лук, прятал в кармане сырой картофель, а на шее мешочки с камфорой. Службы здравоохранения ведущих мировых держав пребывали в полной растерянности. Счёт погибших медиков уже шёл на тысячи. Пресса искала причины эпидемии то в ядовитых выделениях от гниющих трупов на полях битв, то в токсических испарениях от взорвавшихся и притных снарядов. Активно муссировалась и версия германской диверсии, будто зараза занесена через аспирин, произведённый немецкой фармацевтической фирмой Bayer. Но испанка доставала на равных и кайзеровцев, так что аспириновая версия сошла на нет. Озвучивалась и версия лабораторной природы испанки, внедрённой через вакцинацию. Ведь уровень смертности и заболеваемости среди вакцинированных в обязательном порядке солдат был в четыре раза выше, чем среди невакцинированных гражданских лиц. Так или иначе, совершенно неожиданной для всех весной 1919-го эпидемия начала затухать. В чём причина? Медицина до сих пор не смогла ответить на этот вопрос. Считается, что человеческая популяция выработала то, что мы называем иммунитетом. Но помимо всего этого, с испанкой связана не менее загадочная призрачная эпидемия. Эпидемия призраков или сонная болезнь В апреле 1917 года австрийский невролог Константин фон Экономо впервые описал новую болезнь, эпидемия которой вспыхнула во Франции и Австрии, а оттуда прошла по всем европейским странам до России. Болезнь имела очень высокую смертность – 30%. А выжившие в большинстве случаев превращались в живые статуи, не способные заниматься какой-либо осмысленной деятельностью. Недуг словно забирал душу этих людей, оставляя пустые оболочки. Но самое страшное было в том, что она передавалась воздушно-капельным путем, а врачи не только не знали, как ее лечить, но и что именно ее вызывает. Болезнь, которую в СССР прозвали «сонной», погубила миллионы человек и исчезла так же внезапно, как появилась. Первые случаи нового заболевания были зафиксированы зимой-весной 1916 года в Австро-Венгрии и Франции. Однако из-за особенностей военного времени – закрытые границы, военная цензура, нехватка врачей – все они рассматривались по отдельности. В разных городах новой болезни пытались давать свои названия, из-за чего ситуация только еще больше запутывалась. Лишь через год, зимой 1916-1917 года, количество больных выросло настолько, что не замечать этого было уже нельзя. Странная болезнь начиналась как обычный грипп – с повышения температуры, озноба, ломоты в теле и прочих характерных для лихорадки симптомов. Через несколько часов, а иногда и дней, на человека нападала непреодолимая сонливость, в том числе и в дневное время. Людей будили, но через несколько минут они опять засыпали в буквальном смысле слова «на ходу». В некоторых случаях сон длился неделями и даже месяцами. Острая фаза болезни длилась около трех месяцев, в этот период умирала треть больных. Многие выздоровевшие уже не могли вернуться к прежней жизни, превратившись в людей-призраков. Такое название дали им газеты того времени. Призраки формально находились в мире живых, но фактически никакой осмысленной деятельности они не вели. Месяцами и годами они сидели, не произнося ни слова, и на их лицах не отображалось никаких эмоций. Многих из тех, кому повезло поправиться, через несколько месяцев или даже лет, также настигали эти симптомы. Весной 1917 года австрийский невролог Константин фон Экономо, наблюдавший несколько подобных случаев в Вене, дал болезни название «литургический энцефалит» и подробно описал симптомы. Заболеванию были подвержены все слои общества, независимо от материального положения, образа жизни и возраста. Заболевали и солдаты в окопах, и новорожденные младенцы, и почтенные старцы. Но самым страшным было то, что врачи просто не знали, что делать с этой болезнью и как ей противостоять. Между тем, болезнь явно носила эпидемический характер, передаваясь от одного человека к другому. Осенью 1918 года болезнь пришла в Россию. Первые случаи болезни были описаны врачами-неврологами в Харькове, Киеве и Одессе. Поначалу её называли «сонной болезнью». Такое название дал ей впервые описавший её харьковский невролог Александр Гейманович. Транзитом через Украину она добралась до России. В революционной РСФСР, разорённой гражданской войной и страшными эпидемиями тифа и холеры, болезнь заметили на рубеже 1920-1921 годов. Вполне возможно, что первые заражения произошли ещё раньше, но из-за гражданской войны они не были выявлены и как следует изучены. Врачи разводили руками, не зная, что делать с пациентами. Больных свозили в инфекционное отделение больниц, но оказать им помощь врачи не могли. Единственное, что можно было утверждать с уверенностью, это то, что болезнь носила сезонный характер. Пик заболеваемости приходился на холодное время года, как и у сезонных вирусов гриппа. Также однозначно было установлено, что болезнь является заразной и передаётся воздушно-капельным путём. Однако механизмы заражения были не ясны, поскольку заболевали далеко не все, кто контактировал с больным человеком. Пик эпидемии пришёлся на 1918-1925 годы, когда она охватила практически все страны. Из-за Первой мировой войны, крушения ряда стран, революций, гражданских войн и разорения медицинской системы во многих государствах однозначно установить число заболевших сонной болезнью невозможно. По самым минимальным оценкам, ею переболело не менее 5 миллионов человек, треть из которых умерла сразу, а большинство выздоровевших уже не могли жить полноценной жизнью. Для сравнения, все вооружённые силы Антанты в совокупности потеряли за 4 года мировой войны примерно 5,6 миллиона человек. В РСФСР установить точное число пострадавших от эпидемии было ещё труднее. Революция и война нанесли колоссальный ущерб медицине, прервались контакты с европейской медициной. В глубинке некоторые врачи даже не догадывались о существовании новой болезни и ставили больным другие диагнозы. По различным оценкам, жертвами эпидемии литургического энцефалита в СССР стало от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек. Медицина была бессильна против болезни, но в 1925 году количество новых заражений неожиданно пошло на спад. В 1926 году регистрировалось уже в несколько раз меньше случаев, а в 1927 году болезнь просто исчезла, оставив врачей в недоумении. Что послужило причиной эпидемии и как противостоять ей так и осталось невыясненным. Хотя с конца 20-х годов в разных странах периодически регистрируются единичные случаи этой болезни, эпидемий больше не возникало. За 100 лет с момента появления загадочной болезни так и не удалось установить ее конкретного возбудителя. Долгое время пользовалась популярностью версия о связи с испанкой. Болезни появились практически одновременно, и некоторые специалисты считали, что именно вирус гриппа послужил спусковым крючком для ее развития, особенно учитывая тот факт, что у значительной доли заболевших в анамнезе была испанка. По их версии, вирус гриппа мог каким-то образом сделать некоторых людей особенно уязвимыми перед возбудителем энцефалита. Однако при других эпидемиях гриппа, зафиксированных за последние 150 лет, аналогичных эпидемий энцефалита не возникало, за одним исключением. В 1890 году в Италии была зафиксирована похожая вспышка сонной болезни, последовавшая за сезонной эпидемией гриппа. Тогда ее не стали выделять в качестве отдельной болезни, посчитав следствием осложнений после перенесенного гриппа. В конце 90-х годов возникла новая версия о возбудителе болезни. Согласно этой гипотезе, причиной заболевания были бактерии диплококи, вызывавшие у некоторых людей специфическую реакцию организма. Эта версия стала пользоваться популярностью после того, как британским врачам удалось обнаружить наличие этих бактерий у нескольких людей, переболевших литургическим энцефалитом. В 2012 году специалисты провели исследование образцов тканей умерших в годы эпидемии людей. По результатам этого исследования была выдвинута гипотеза, считающаяся в настоящее время наиболее популярной. Возбудителем сонной болезни были энтеровирусы. Наиболее вероятными кандидатами исследователи посчитали полиовирус, или один из семейства вирусов коксаки, которых существует несколько десятков. Стоит отметить, что энтеровирусы являются одними из самых распространенных на всем земном шаре. Объяснить, почему именно в конце первой четверти 20 века несколько миллионов людей по всему миру неожиданно оказались особенно уязвимыми перед ними, так и не удалось. Предпринимались попытки обосновать эту уязвимость резко ухудшившимися по причине войны условиями жизни. Однако в годы Второй мировой, которая принесла еще большее разрушение, подобных эпидемий не происходило. Также остается неясным, как болезнь исчезла. Инфекция передавалась воздушно-капельным путем, но никаких специальных карантинных мер против нее не предпринималась. В один прекрасный день эпидемия просто прекратилась, и болезнь ушла так же неожиданно, как и появилась. В общем, разгадать тайну сонной болезни ученым так и не удалось. А вот на разгадку уральского синдрома понадобилось всего-навсего 10 лет. Уральский синдром В начале 30-х годов советские медики столкнулись на Урале с эпидемией загадочной болезни с очень высокой смертностью. Весной 1933 года на Урале вспыхнула эпидемия неизвестной болезни, отличавшейся огромной смертностью. Болезнь, напоминавшая по своим первым проявлениям ангину, приводила к гибели более половины заразившихся. Эпидемия охватила почти 100 населенных пунктов. К карантинным мероприятиям были привлечены силы ОГПУ. На Урал отправлялись группы лучших специалистов, которые до хрипоты спорили о диагнозах. Первые случаи болезни были зафиксированы на Урале в конце апреля-начале мая. К середине мая стало понятно, что речь идет о настоящей эпидемии. Случаи болезни были зафиксированы в 80 с лишним населенных пунктах на территории нынешней Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Болезнь начиналась как обыкновенная ангина, с резкого повышения температуры и покраснения горла. Однако затем в горле появлялись язвы, начинались некроз тканей, сильное кровотечение изо рта и износа. В течение 4-5 дней большинство заболевших умирали. В различных районах эпидемии смертность от заболевания оценивалась в диапазоне от 65 до 80%. Среди местных жителей началась паника. Никакого специфического лечения не было, неясно было даже, что это за болезнь. На Урал была командирована группа специалистов во главе с известнейшим эпидемиологом профессором Львом Громашевским. Силами ОГПУ и железнодорожной охраны в районах эпидемии был установлен строгий карантин с полным запретом на въезд и выезд из населенных пунктов. Продажа билетов на поезда в этих районах была прекращена, составом также запрещалось останавливаться. К концу июня было зафиксировано уже более 1300 случаев болезни, более 700 заболевших скончались. Громашевский и помогавший ему специалист по чуме Владимир Сукнев после осмотра заболевших пришли к выводу, что никакой инфекционной эпидемии нет. Больным они поставили диагноз ЦНГ, и на совещании с местными врачами заявили, что никакой необходимости в карантине нет, а эпидемия вызвана очень плохим продовольственным снабжением региона. В 1932-1933 годах в СССР произошел очень серьезный голод, который затронул практически все регионы. Местное население питалось преимущественно хлебными суррогатами. По мнению профессоров, достаточно было наладить продовольственное снабжение края, чтобы эпидемия пошла на спад. В середине июня уральская болезнь наконец получила официальное название. Ее стали называть септической ангиной. Проведя тщательное расследование и выяснив рацион питания заболевших, медики пришли к выводу, что причиной заболевания могло быть прошлогоднее зерно. По совету врачей, прошлогодний урожай был запрещен к использованию, а из Москвы была направлена продовольственная помощь, после чего новых случаев болезни не фиксировалось. Чекисты же заподозрили во всем происке вредителей. В 1937 году в Свердловской области был арестован ряд офицеров, которые на допросах признались в участии в так называемой офицерско-фашистской организации, работавшей одновременно на финскую, германскую, польскую и японскую разведки. На них также возложили ответственность за отравление урожая ядовитыми веществами в 1933 году. Однако через 9 лет вспышка уральской болезни повторилась, на этот раз в Оренбуржье. Картина полностью напоминала предыдущую, на фоне недостаточно удовлетворительного питания многие люди начали заболевать септической ангиной, смертность была не менее высокой, чем в 1933 году. Все заболевшие употребляли в пищу прошлогоднее зерно. На этот раз валить все на вредителей не стали, а разобрались в вопросе основательно. И вскоре после войны тайна смертельной уральской болезни наконец была разгадана. Специалистам удалось установить причину эпидемии. Это были токсичные плесневые грибки, которые активно начинали размножаться на злаках, перезимовавших в поле. Попадая в организм вместе с испорченными злаками, эти грибки действовали как сильнейший яд. Они разрушали кровотворную систему и костный мозг. На финальной стадии добавлялись некроз тканей и кровотечения. Врачам удалось найти эффективные методы лечения. Переливание крови, ударная доза витаминов В и С во многих случаях спасали больного от смерти. Даже переход к полноценному питанию мясо, овощи, фрукты, молоко в несколько раз сокращал число смертельных исходов. Также было установлено, что опасные для жизни состояния возникают только после нескольких недель или даже месяцев питания пораженными злаками. Но самым надежным способом защититься от болезни был отказ от употребления в пищу перезимовавших в поле пшеницы, гречихи, ячменя, проса и других злаков. В масштабах всего Советского Союза была проведена мощная профилактическая кампания, вплоть до поддомового обхода, с разъяснением опасности добавления их в пищу. С окончательной разгадкой тайны уральской болезни и разработкой профилактических мер болезнь была практически побеждена. Но вернемся к вирусным эпидемиям. Умри молодым. Китовый грипп. Свирепствовавший в Советском Союзе вирус гриппа выкашивал молодежь до 25 лет. От него погибали молодые люди во всех регионах страны. Данные до сих пор засекречены, но конспирологи насчитали миллион погибших. Эпидемия гриппа 1977 года пришла в СССР словно из ниоткуда. Ее не ждали. Только что по планете прокатилась умеренная эпидемия гонконгского гриппа, которая унесла почти 800 тысяч человеческих жизней. И вот спустя всего год на Советский Союз обрушилась новая эпидемия. Правда, в отличие от гонконгского гриппа, который выкашивал людей старше 65 лет, новый штамм специализировался на молодежи и детях. В основном им болели те, кому не было 20 лет. Первые смертельные случаи от нового вируса гриппа произошли в ноябре 1977 года на Дальнем Востоке, в столице Приморья, Владивостоке и Хабаровске. После чего образцы вируса срочно доставили в Москву, в НИИ вирусологии. Где советские ученые с удивлением обнаружили, что грипп очень похож на штамм знаменитой испанки, убившей в начале 20 века около 50 миллионов человек во всем мире. Ученые определили сиротип вируса AUSSR-1-77H1N1. А в мире вирус гриппа прозвали русским, поскольку впервые он был определен в стране Советов. К этому времени советские ученые считали, что о вирусе гриппа они знают все или почти все. Возникновение новых вирусов никого не удивляло, а мутации пытались просчитывать с помощью компьютерных моделей. Но возвращение в 77 году вируса субиспанского гриппа H1N1 стало для них полной неожиданностью. Заместитель директора по науке НИИ вирусологии академик Дмитрий Львов обнаружил, что новый штамм гриппа удивительно похож на вирус, который был еще в 75 году найден у китообразных, обитающих вблизи Антарктиды, и имеет большую схожесть со штаммом птичьего гриппа. Вирусолог высказал предположение, что источником заражения могли быть перелетные птицы. После этого открытия русский грипп стали называть еще и китовым гриппом. Эпидемия тем временем распространялась с востока на запад страны, а затем в 78 году болезнь выплеснулась за пределы СССР и распространилась по всему миру. По большей части, к огромному облегчению медиков, болезнь протекала в легкой и средне-тяжелой форме. При этом русский грипп поражал в основном детей и молодежь. Среди населения старше 30 лет заболевших было только 20%, а люди зрелого и пожилого возраста не болели им вообще и ухаживали за заболевшими родственниками. К счастью, большинство молодежи, около 60% заболевших, переносило грипп в легкой форме. Из-за такой избирательности вируса смертей было не так много, как во время настоящей испанки. Тем не менее, некоторые молодые люди умирали от осложнений. Неожиданное возвращение гриппа, похожего на испанку, во всем мире вызвало множество конспирологических версий. Поскольку до 1977 года вирусы гриппа возвращались с определенной периодичностью примерно раз в 70 лет, а испанку перестали регистрировать за 20 лет до этого, получалось, что русский грипп нарушил это правило и вернулся раньше. Поэтому западные журналисты заговорили о том, что вирус разработан советскими вирусологами и утек из бактериологических лабораторий. После подобных высказываний ученые всего мира стали ждать очень суровых последствий от эпидемии, но так и не дождались. Вирус пожалел детей и подростков, и тяжелых случаев было относительно немного. О смертности внутри СССР в те годы ничего не сообщали, данные почти всегда были засекречены. Это дало возможность распространиться слухам о миллионе погибших в СССР детей и подростков. Но так ли это, до сих пор точных сведений нет. Зато известно, что во всем остальном мире от русского гриппа погибло 300 тысяч молодых людей. Позже советским вирусологам удалось доказать, что никакого отношения к биологическому оружию русский тип вируса не имеет. Он возник в Юго-Восточной Азии и еще в начале 1977 года прокатился по югу Китая, мигрировал в Японию, откуда его, по-видимому, привезли в Советский Союз моряки. Но в отличие от ученых Азии, которые промолчали, советские вирусологи молчать не стали, а забили тревогу, обнаружив сходство вируса с испанкой и разослали образцы вируса во все ведущие лаборатории мира. Несмотря на кажущуюся немногочисленность жертв, вирус русского гриппа стал феноменом. С его появлением в первый раз с момента открытия вируса гриппа А в человеческой популяции стали циркулировать разные подтипы вирусов гриппа. До сих пор ученые регистрируют циркуляцию трех видов гриппа – два варианта гриппа А, H1N1 и H3N2, и вирус гриппа Б. Вот такие исторические примеры. Можно ли в них найти какие-то аналогии с нашей текущей ситуацией? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну а следующий выпуск будет посвящен не менее актуальной в наши дни теме. Проверьте уведомления, чтобы его не пропустить. И до встречи на Крамоле!